Друзья, всех вас приветствую на моем канале, меня зовут Артур Романов и сегодня я подготовил для вас новое обучающее видео для новичков и не только. Ведь сегодня мы с вами поговорим о многих интересных, а для кого-то может быть и сложных пониманий исходах, которыми вы до этого не пользовались. Ну или возможно пользовались, но не до конца понимали в чем смысл самого прогноза, что он означает, просто копировали чей-то прогноз. Но после этого видео я уверен, что вы расширите свой кругозор в мире ставок и обязательно узнаете что-то новое. Я думаю, это видео будет интересно многим, вообще это не первое обучающее видео на моем канале. Если вы на моем канале впервые, впервые смотрите видео в целом со мной, то можете по подсказке в правом верхнем углу перейти на обучающее видео, которое я рекомендую посмотреть каждому, кто хочет вообще входить в мир беттинга. Плюс ко всему, тут будут выходить еще и новые обучающие видео, соответственно, не забудьте подписаться на канал, также, друзья, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного видео, ну и ставьте пальцы вверх, если вам понравится это видео. Комбинированная ставка. Это первое, что мы с вами сегодня разберем. Я думаю, вы уже не раз видели на моем канале данный исход, поэтому он вам будет очень интересен. И прямо сейчас мы с вами разберем, что это такое и для чего он используется. Комбинированная ставка. Это ставка, в которой используются два исхода вместе. Букмекерская контора Malbed предлагает огромное количество комбинированных исходов, которые я вам покажу чуть позже. Но сейчас мы с вами разберем 4 самых популярных комбинированных ставки. Первое. Команда 1. Результат плюс тотал. Команда 2. Результат плюс тотал. Также у нас с вами есть результат плюс обе забьют. И также тотал плюс обе забьют. Для прохода комбинированной ставки необходимо, чтобы каждое из отдельных событий прошло. Например, P1 плюс тотал больше 2,5. В данном случае нам необходимо, чтобы команда хозяев победила. И также было забито больше трех мячей, три мяча включительно. Ну а сейчас на экране вы увидите всевозможные комбинированные ставки, которые предлагает Malbed. Большинство из них вы не увидите в других букмекерских конторах, что в очередной раз подтверждает мои слова о том, что BK Malbed является букмекерской конторой самой широкой линии в СНГ. Ссылку на данную букмекерскую контору я оставлю в закрепленном комментарии. Если кому-то это интересно, можете смело переходить. Для чего же нужен комбинированный прогноз, зачем его в целом использовать? Есть матчи, в которых букмекеры расставляют довольно неудобные коэффициенты, в которых ты не веришь в победу условно хозяев, то есть хочешь их взять с X, но при всем при этом на 1X, допустим, если вы хотите взять победу первого, коэффициент получается очень маленьким и риск неоправдан. Об этом мы с вами уже говорили по подсказке в правом верхнем углу, вы сможете перейти на это видео, где мы с вами говорили о коэффициентах, где риск не оправдан и почему. Но при этом, проанализировав матч, вы уверены, что в этом матче, допустим, будет много голов. Соответственно, вы можете взять также минимальный тотал и эти две ставки соединяются, соединяются коэффициенты, и вы получаете более-менее хороший коэффициент, где риск ваш уже оправдан. Но сразу вам скажу, что, друзья, с комбинированным прогнозом слишком часто играться не стоит. Есть моменты, когда лучше стоит отдать предпочтение либо исходу, либо тоталу, но ни в коем случае не соединять, потому что матч может быть непредсказуем. Поэтому мой вам совет не заигрываться с комбинированными ставками. Да, используйте их, но используйте их грамотно тогда, когда это нужно. А когда это нужно, я думаю, это все уже, конечно же, придет к вам с опытом. Вторая тема, которая многих заставляет врасплох, это победа в матче. Этот исход довольно популярен в таких видах спорта, как хоккей и баскетбол. Несмотря на то, что тема довольно простая, многие путают победу в матче с обычной победой. Итак, давайте же разберемся, в чем же их отличие. Смотрите, есть два вида исходов. В P1 победа первого, находящаяся в графе 1х2. Этот исход пройдет в случае, если команда хозяев победит в основное время. И такой же исход P1 есть в графе победа в матче. Этому исходу не важно, победила ли команда в основное время, в овертайме или же по булитам. То есть, победа в матче учитывает весь матч целиком. Соответственно, такая ставка является более безопасной, но и коэффициент на нее ниже. Последнее, о чем я бы хотел сказать в этом видео, касается футбола. Я думаю, что все-таки большинство из вас об этом знакомы, но есть новички, которые этого не знают. Поэтому давайте также затронем эту тему в этом видео. В футболе есть нечто похожее на победу в матче, но называется это по-другому. Я думаю, что вы знаете о том, что в футболе есть также кубковые матчи. Например, такие, как Еврокубки, Лига Европы, Лига Чемпионов и просто кубковые матчи, которые проходят внутри своей страны. И в этих матчах есть такая графа, как команда, которая пройдет в следующий этап или же обладатель кубка, если это финальная стадия. При этом в футболе нужно не забывать, что может быть разный формат, одноматчевый или же двухматчевый. Соответственно, в одноматчевом формате вас устраивает именно проход данной команды с учетом дополнительного времени и пенальти. А в двухматчевом вы должны учитывать оба матча. Плюс ко всему, не забывайте о таких вещах, как гостевой гол. Все это очень важно. Я думаю, в принципе, с этой темой вы уже знакомы. Что ж, друзья, на этом видео подходит к концу. Я надеюсь, что вот эти три пункта для вас были очень интересными и важными. Теперь вы пополнили свой багаж знаний и уже чуть лучше разбирайтесь в беттинге. Также, друзья, не забывайте ставить пальцы вверх, если вам понравилось это видео или оно было для вас полезным. Особенно не забывайте подписаться на канал, если вы до сих пор этого не сделали. Друзья, это очень важно. Если вы хотите развиваться в мире беттинга, я думаю, все эти видео для вас будут абсолютно точно полезны. Ну и, конечно же, пишите в комментариях, что еще бы вы хотели узнать. Что конкретно в этих темах вам интересно, может быть, что-то вы не поняли. Тогда в следующих видео мы обязательно это разберем. С вами же был Артур Романов. Я всем желаю удачи в ставках и всем пока.